Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Максим Кембель, смотрите сейчас. За ними будущее. Молодые специалисты встретились с руководством города. Они мне помогают, направляют. О чем говорили? Апгрейд для самых маленьких. Все это для наших детей. Завод ТДА преобразил 56-й детский сад до неузнаваемости. Что там изменилось? Сценарий цветных революций. С трудовыми коллективами города встретился председатель Белорусского союза журналистов. Белорусское государство не самое плохое. Что обсуждали? А также все в семью. Урожай 2020 и бабье лето прошло. За окном хмуро и холодно. Что нас ждет дальше? Новая имиджевая площадка открылась в 56-м детском саду. Такой подарок дошкольному учреждению в честь своего 75-летия сделал завод ТДА. Моя коллега Мария Береснеевича ценила картинку до и после. Этого момента в 56-м детском саду ждали 4 месяца. Именно столько времени понадобилось заводу тракторных деталей и агрегатов, чтобы превратить дворовую площадку подшефной организации в современный игровой комплекс. Периметр дошкольного учреждения изменили до неузнаваемости. На этих кадрах, снятых в начале лета, видно, как территория сада 46-летней истории нуждается в реконструкции, начиная от асфальта, заканчивая деревянными домиками. Буквально полтора года назад мы здесь открывали спортивную детскую площадку в этом садике. Ну, а сейчас проект уже такой более глобальный мы сделали. Все вот это вот оборудование детское и игровое, все это для наших детей, во благо, для будущих тракторостроителей. Многофункциональная площадка включает в себя десятки элементов. Найти занятие по вкусу во время прогулки сможет даже самый привередливый малыш. Если честно, мы очень переживали, потому что качалки-балансиры, они требуют к себе более пристального внимания. Но, тем не менее, оборудование безопасное. Уже опробовали, могу сказать, с уверенностью. Оно эстетично, оно современно. И очень нравится детям, и, конечно же, их родителям. В этом детском саду теперь есть и скалодром. Цветная надпись «I love Belarus» рассынулась на несколько метров. Красиво и полезно. Здесь также появилась зона для изучения правил дорожного движения и даже мини-огород. Ну и, само собой, всеми любимые горки и качели. На Рженикидзе 24 заменили и асфальтное покрытие. Теперь тут лежит плитка. В нее встроена разметка и даже популярные во все времена классики. Участок усеен газоном, а вот о старых беседках напоминает только кирпич. Его раскрасили в цвета машиностроительного бренда. Место нашлось и для национального акцента. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. В центре внимания молодые специалисты. По традиции в начале сентября с новоиспеченными учителями, а в этом году их 105, встречается руководство города. В 2020-е не стал исключением, о чем шла речь. Все подробности в нашем следующем материале. Решать сложные задачи, учить детей читать, писать. Первые шаги в своей профессии делают молодые специалисты. Их новый жизненный этап начался с урока. На один из таких мы сейчас и заглянем. Вероника Паскевич свой выбор сделала еще в детстве. Примером стала первая учительница. После школы поступила в Горецкий педагогический колледж. Окончив его с отличием, вернулась в родной город. Теперь работает в 34-й школе. Главное, говорит, забота, любовь и внимание. Время идет, дети меняются, наставник должен это учитывать. Когда они видят, что я заинтересована в их жизни, в их игрушках, тогда и они хотят открыться мне, раскрыться и показать все свои таланты. Вот уже почти две недели Вероника Витальевна и первоклассники идут вместе по школьной дороге. Любовь у них взаимная и с первого взгляда. Молодая учительница признается, в ее памяти навсегда останется самый первый урок. С этого момента жизнь обретает новые краски. Для меня прошел легко, а для детей было немного трудно, потому что они попали в новую обстановку. Но я старалась создать для них такие условия, чтобы они чувствовали себя комфортно в этих условиях. Она нас учит читать, писать. Хорошая, добрая. Всему нас учит. Всему познает мир. Все нам помогает. А тебе нравится учиться в школе? Да. А что тебе больше всего нравится? Может перемены? Да. Наша учительница добрая. Она может помочь в трудную минуту. Все в этом году педагогическая семья 34-й школы пополнилась четырьмя молодыми специалистами. В помощь им старшие коллеги, где надо подскажут, помогут или просто поддержат добрым словом. Им очень комфортно в нашем учреждении образования, так как для них созданы все условия. Здесь они могут получить свой опыт. 105 парней и девушек приступили к работе в этом учебном году. 55 из них – приезжие. По традиции, в начале сентября с молодыми бойцами встречаются руководство города и начальник управления по образованию. 2020-й не стал исключением. В ходе встречи обсуждены наиболее важные для молодых педагогов вопросы. Это и организационно-методическое сопровождение их деятельности, это и социальные гарантии, которыми они обеспечены, в том числе профсоюзной организацией. Никто не остается без внимания. Приезжим общежития местным стимул расти и развиваться. В общем, создают все, чтобы человек себя чувствовал комфортно на рабочем месте и, самое главное, нужным. Для педагога самое главное – это стремление, стремление и желание что-то делать, развиваться. А в дальнейшем уже будет зависеть от того, что мы хотим делать, и будем выстраивать свои отношения в соответствии с нашими стремлениями и желаниями. Мне повезло, я попала в очень хороший коллектив. Коллеги всегда мне помогают, очень отзывчивые, я могу обрететься любым вопросом, мне всегда помогут. За что я хочу им сказать огромное спасибо. Коллектив меня принял хорошо, они мне помогают, направляют. Делятся материалом, то есть я довольна. Молодые специалисты продолжают погружаться в рабочий процесс. Со стороны государства им гарантирована поддержка. А значит, теперь все зависит только от них. Максим Кембель, Максим Гленко, Бобруйск, 360. Еще одним почетным гостем на встрече с молодыми специалистами стал председатель Белорусского союза журналистов. Впрочем, в списке визитов в Бобруйск у Андрея Кривошеева несколько локаций. После общения с педагогами журналист отправился на Белшину. Во время встречи с работниками промгиганта политический обозреватель высказался о ситуации в стране. В частности, прошелся по цветным революциям. Рассказал о оппозиционном движении в стране на примере других государств. Автомайданы, велосипедные майданы, выход в город, женщины с цветами. Это уже привычные для многих стран мира вещи. Точно такие же события я наблюдал в Армении. Акция «Шаг», сигналищие автомобили, использование альтернативной символики, митинги, выходы женщин с цветами. То же самое мы увидели на Кубе, в Венесуэле. Причем этим технологиям уже более двух-трех десятков лет. Просто они на новой технологичной базе. Самое невероятное, что значительной части общества, надо это признать, внушили иную картинку, иную реальность восприятия, как раз через новые медиа. То есть достаточно выйти во двор, достаточно поговорить с соседями, достаточно выглянуть в окно, посмотреть новые объекты инфраструктуры и экономики. Для того, чтобы понять, что белорусское государство не самое плохое ни с точки зрения управления, ни с точки зрения развития экономической, социальной инфраструктуры. Но новые медиа создали образ агрессивного государства, агрессивного к собственным гражданам. Это уникальный опыт. Я знаю, что наши, допустим, российские коллеги и партнеры сейчас внимательно его изучают, потому что буквально через год большая политическая компания в Российской Федерации, парламентские думские выборы. И все инструменты, каналы даже донесения информации до общества, которые использованы были в Беларуси, будут или уже используются в направлении Российской Федерации. После председатель Белорусского союза журналистов рассказал, чем может обернуться для стороны дальнейшее движение цветной революции. Детская безопасность, поддержка семьи и битва на поле. Брестская Динамо встретится с болгарским клубом «Лудогорец». Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Расходы на систему поддержки семей с детьми ежегодно составляют 3,4% ВВП. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Коваляков. Он подчеркнул, в стране созданы благоприятные условия для рождения и воспитания детей. Заминстра уверен, выстроенная в интересах семьи система – это национальное достояние, эксклюзивная визитная карточка Беларуси. В Беларуси убрано 99% площадей, Минская область в лидерах. 2 миллиона тонн – такое урожай в этом году у аграриев центрального региона страны. На севере Витебской области преодолели миллионную отметку. В целом в загромах находится более 8 миллионов тонн зерна. Охрана границы Беларуси осуществляется в усиленном варианте. Об этом сообщили в Госпогранкомитете нашей страны. По данным ведомства, к несению службы привлечены тактические резервы. Все меры предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении. В пунктах пропуска оформление на въезд и выезд идет в пределах пропускной способности. В стране стартовала профилактическая акция. До 21 сентября под особым вниманием Госавтоинспекция выполнения правил перевозки детей. Юных пассажиров в возрасте до 12 лет, напомним, надо перевозить в специальном кресле в соответствии с ростом и весом. Исключение только в том случае, если ребенок выше 150 сантиметров, а также если маленький пассажир находится в такси. Чемпионы Беларуси и футболисты Брестского «Динамо» в борьбе за выход в групповую стадию Лиги Европы 1 октября сыграют на своем поле с болгарским клубом «Лудогорец». В этом сезоне они дебютировали в главном клубном турнире Старого Света – Лиге Чемпионов. В первом квалификационном раунде они разгромили на своей арене казахстанскую «Астану» из Нурсултана с результатом 6-3. Затем также в Думу взяли верх над чемпионом Боснии Грицаговины Сараева 2-1. А в третьем круге уступили в Тель-Авиве израильскому «Макаби» со счетом 0-1. Стали отчистым происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты «Бобрусь-360» готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В стране выздоровели и выписаны из больниц более 73 тысяч пациентов, которые переболели коронавирусом. Зафиксировано 75 тысяч 230 человек с подтвержденным COVID-19. Лаборатории обработали свыше 1 миллиона 700 тысяч тестов. Такие данные приводит Минздрав. Министр образования Белоруссии оценил готовность учебных заведений ко второй волне коронавируса. Совместно с Минздравом ведомство разработало специальные рекомендации, чтобы учебный процесс в условиях пандемии проходил максимально безопасно. Среди новых правил увеличение перемен. Это необходимо для проветривания помещений, а также мыть руки, соблюдение социальной дистанции. Тем не менее, специалисты подчеркивают, это не руководство к действию, а лишь рекомендации, которые выполняются на усмотрение учреждений образования. Осень вступила в свои права. Сегодня воздух прогрелся лишь до плюс 12, и самое время доставать теплые вещи из шкафа. Что погода нам готовит в эти выходные, узнаем прямо сейчас. Выходные порадуют белорусов солнечной и сухой погодой. В субботу днем столбик термометра максимально покажет 18. Ночью минимально будет 7 с плюсом. Подует северо-западный ветер. Порывы достигнут 8 метров в секунду. Ожидается туман. В воскресенье ясная погода сохранится. Уже на неделе жители оценили календарную смену сезона. Однако синоптики уверяют, это еще не предел. К дождям и сильному ветру подключаются ночные заморозки. В понедельник до минус двух. В Индии за сутки погибли 42 человека. Всему виной удары молнии, сильные дожди. Ненастная погода не на шутку разгулялась в штатах Бехар и Утар-Продэш. Власти страны заявили, большая часть жертв – сельскохозяйственные работники. В момент обрушения грома они трудились на полях. На юго-западе США, которую неделю подряд фиксируют тысячи найденных перелетных птиц без признаков жизни. Предполагаемые причины гибели мигрирующих видов – лесные пожары и климатический кризис. Эксперты отмечают, при таких условиях птицы истощены, мышечная масса и жировые запасы снижены до минимума. В субботу в Бавруйске будет ясная сухая погода. Солнце временами спрячет облака. О себе будет напоминать умеренный ветер северо-запада. Температура днем достигнет отметки в 17 градусов. Ночью будет 10 тепла. Осенняя погода сохранится и в воскресенье. В светлое время суток воздух продлеется до 15 градусов. С наступлением темноты шкала термометра покажет 11 выше нуля. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бавруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!